Уважаемые гости, компания Кудерлайн приветствует вас. Сегодняшняя наша встреча посвящена зарплатному блоку ERP. Вы видите на экране наши контакты, то есть нашу электронную почту, телефоны, наши телеграм-каналы и адрес нашего сайта. Если по какой-то причине вам оказалось время неудобно, например, или вы не смогли досмотреть до конца, то через некоторое время мы выкладываем запись на сайте и вы сможете посмотреть уже в удобное для вас время, ну, собственно, со всеми удобствами, которые это может принести. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик 1С Гардышева Галина, и поговорим мы про то, какие настройки можно делать самостоятельно, если вы начинаете работать, например, с зарплатным блоком ERP. Мы поговорим про настройки и тонкости, которые есть при этом процессе, чем отличается зуб от 1С ERP, первичные настройки, которые необходимо сделать, на что повлияет, если вы там что-то не поставили, какие-то отметки или наоборот поставили лишнее, про штатное расписание поговорим, про воинский учет и про дополнительные сервисы, то есть насколько успеем. Ну, первое, с чего мне хотелось бы начать, это чем отличается конфигурация зуб от 1С ERP. То есть и в зубе, и в ERP функционал практически одинаковый, то есть функциональность, что в зубе, что в ERP полностью практически идентична, очень небольшие отличия, и, собственно, эти отличия больше, наверное, технический характер носят, потому что если мы, например, решили ввести зарплату в 1С зуб, то в этом случае немножко быстрее будет работать сервер и программа, потому что в этом случае ей не нужно будет обрабатывать массив дополнительной информации типа оперативный учет, производственный учет и так далее. Практические разделы кадры и зарплата, налоги и выплаты фактически идентичны. Единственное, что немножко другая компоновка и настройки и сами блоки для работы с документами немножко по-другому скомпонованы. Если мы берем зуб, то у нас в зубе всего два раздела, то есть зарплата и кадры. По функциональности эти блоки друг от друга фактически не отличаются. И если выходят, например, новые релизы или какие-нибудь доработки, то в этом случае, если мы пришли к решению, что мы ведем в зубе кадровую учет и зарплату, то в этом случае, во-первых, в кадры зарплаты реже вносятся изменения, то есть, соответственно, доработок не так часто придется с ними встречаться. И второй момент, что все изменения, которые вносятся, сначала выпускаются для зуба, а потом уже через некоторое время, обычно это пара недель, выпускаются уже для ERP и для других конфигураций. Поэтому вот именно такой, ну, если можно так сказать, стратегической необходимости ввести в ERP или ввести в зубе нету. То есть это чисто как вам будет более удобно, как вы решили организовать свой учет и так далее. Небольшие практические отличия. Это в ERP зарплата считается выплаченной, если есть проведенное списание безналичных денежных средств, либо если выплата идет через кассу. То есть, кроме того, что мы создали документ платежное поручение, оно должно пройти через банк, например, и уже только после того, как придет выписка из банка, что это платежное поручение проведено, только с этого момента выплата будет считаться оформленной. В зубе достаточно сделать только ведомость на выплату денежных средств и программа будет считать ее уже выполненной. Самое основное отличие, которое есть между зубом и ERP, это то, что в 1С ERP нет возможности отключить ведение штатного расписания. То есть, в отличие, допустим, от зуба, от бухгалтерии, в ERP штатное расписание ведется всегда. В бухгалтерии, например, мы можем не ставить сложок использовать штатное расписание, программа прекрасно с этим справится. А вот в ERP, к сожалению, такой возможности у нас не будет. Это, так сказать, отличие. Ну и нужно ли вести отдельный учет в зубе, если вы пришли к выводу, что вам нужно это делать, то в любом случае это решаете вы, потому что количество пользователей системы или количество сотрудников, если у вас не пограничное, а небольшое количество, то, естественно, на скорость работы это особо не повлияет. И как бы преимуществом в этом случае не будет. Если доработок в ERP нету, то и обновление программы к отчетности происходит легко и безболезненно. Ну, соответственно, не надо при этом делать дополнительные доработки, чтобы перенести справочники и синхронизировать. Ну, то есть в любом случае это нужно, чтобы ваши специалисты уже решали, нужно или не нужно. Если, например, в бухгалтерии мы можем ввести учет заработной платы на 50 человек, то по ERP такого ограничения нет. Это, во-первых. И, во-вторых, то есть мы можем ввести, используя полностью функционал ERP. Это в этом случае у нас и справочники будут общие, не надо морочить голову с правилами переноса. Ну, то есть это тоже имеет свои преимущества. На самом деле, сейчас мы с вами посмотрим, как будет у нас строиться наша сегодняшняя встреча. Я буду вам показывать некоторые слайды, потом мы будем переключаться на демо-версию программы и смотреть, так сказать, ручками трогать то, о чем мы поговорили. И сейчас я хочу показать, что функционал совершенно одинаковый и в ZOOP, и в ERP. Так что даже, в общем-то, компоновка чуть-чуть попроще не снижает функциональность. То есть функциональность одинаковая. Вот, допустим, если мы берем зарплаты и кадры, то есть я специально выявила интерфейс. То есть, видите, у нас здесь кадры, заработная плата, выплаты. Ну, собственно говоря, вот и отчетность налоги, настройки и администрирование. И практически вот у нас, допустим, кадровый, где побольше настроек делается учет. И выглядит он вот таким образом. Если мы берем ERP, берем тот же кадровый учет и здесь смотрим, какие настройки надо сделать, то мы увидим, что настройки практически одинаковые. Сейчас мы с вами переключимся на демо-версию. Вот, мы с вами переключились. И начинаем мы любые настройки, практически все, которые в ERP, с раздела NSI и администрирование. То есть нормативно-справочная информация и администрирование. Напомню немножко про строение этого блока. То есть, видите, в первой колонке у нас нормативно-справочная информация. То есть классификаторы, ну, соответственно, партнеры, организации. Это мы задаем как отдельные справочники. И в меню администрирования мы задаем некоторые служебные функции. Ну, например, как удаляются объекты, когда происходит обновление, что, например, это можно настроить, что будет происходить только в ночное время. Настройки пользователей и прав пользователей, поскольку программа предусматривает работу с персональными данными. То есть, соответственно, должны соблюдаться правила защиты персональных данных. Ну и, собственно говоря, здесь уже технические функции, потому что, видите, предусмотрена интеграция, то есть ведение товаров, подлежащих маркировке. И у нас здесь есть возможность сделать интеграцию со специализированными системами. Ну, например, EGAIS, VETIS. Как вы видите, здесь тоже требуются свои настройки, если мы это будем проводить. Начнем мы с вами с кадров. Раз уж мы посмотрели эти настройки, значит, раздел NSY и администрирование. А в среднем столбце вот у нас прямо заголовок такой есть. Сейчас я подумаю чуть-чуть повыше. Настройка NSY и разделов. То есть это, так сказать, грубая настройка каждого раздела. И нас интересует раздел кадры. То есть перед тем, как начать работать в ERP, мы должны выставить отметочки, вот такие красивые зеленые галочки, которые называются чекбоксы. То есть проставить чекбоксы там, где нам требуется использование функционала, которое заложено в программе. Вот здесь у нас есть очень такое серьезное отличие от бухгалтерии. Если, например, в бухгалтерии мы видим весь функционал, который мы можем использовать, то в ERP есть некоторые блоки, которые требуют дополнительной активации. То есть чтобы мы проставили вот такой флажок, тогда у нас будет видимость этих блоков, и мы сможем с ними работать, ну, естественно, там заполнять документы и использовать весь функционал. Значит, что мы должны сделать первонаперво? То есть есть возможность, чтобы программа интегрирована была с порталом работы в России. То есть в этом случае мы сможем спокойно сдавать отчетность, которая предусмотрена для службы занятости. Как вы знаете, вот с прошлого года, ну, последние два года, скажем так, этому уделяется достаточно пристальное внимание, и, соответственно, сдается отчетность и в службу занятости, и в некоторые другие фискальные органы. Значит, мы проставляем вот здесь вот сложок, и тогда у нас будет возможен обмен информацией. Ну, в основном, это кадровый документооборот. И, собственно говоря, вот здесь нам будет требоваться логин и пароль для входа на этот сайт. То есть нужно проверить, чтобы вы там были зарегистрированы, ну, и, соответственно, чтобы у вас был доступ в интернет, чтобы вы могли обмениваться данными. Если мы проставили здесь флажок, и все это дело проверили, настроили, то работать с этим очень удобно. Достаточно просто переходить по ссылке в нужных ситуациях, то есть когда вам надо отправить отчет, или, наоборот, разместить данные о том, что вы там занимаетесь подбором кадров. Следующий момент – это учетные данные для публикации на сайте. То есть, соответственно, для того, чтобы работать с сайтом «Работа в России», нужно, чтобы программа кадрового учета и расчета заработной платы была такая, которая используется при работе с этим сайтом. Нужно или не нужно сохранять уникальность табельных номеров – это тоже зависит от вашего документа оборота. Чаще всего проставляется, чтобы табельный номер был отдельным идентификатором. Но в любом случае вам нужно просмотреть вот эти настройки и определиться, будете ли вы в своей организации, в ваших юрлицах использовать неполный рабочий день, то есть ставка по неполному рабочему дню, и будут ли использоваться подработки, то есть оплата за подработки, например, на период отпуска. Значит, если это будут использоваться, то мы, соответственно, ставим просто вот такие флажки. Обратите внимание вот на что. Поскольку у меня демо-база, то есть я уже создавала некоторые документы, чтобы можно было их показать, то несколько позиций у меня будут отображаться не вот таким ярким цветом, а будут темные, то есть недоступные для редактирования. Это значит, что по таким позициям я уже ввела какие-то документы, теперь снять вот такую пометочку уже не смогу, поскольку будут документы, которые ссылаются на вот такой функционал расширенный. Отображать изменения оплаты в личной карточке, то есть Т2. Соответственно, раздел, в котором отражаются отпуска, изменения окладов, какие-то премиальные доплаты, лучше сразу поставить отметку, что да, мы это используем. Поэтому при увольнении, обычно в этом случае, очень легко распечатал карточку, показал человеку, где он должен поставить автограф, и у вас вся документация в порядке. Ну, как вы знаете, в этом году у нас используется единый отчет в социальный фонд ЕФС-1, и, соответственно, там фиксируются сведения о приеме, увольнении, перемещении сотрудников и так далее. То есть, если вы используете кадровый документ наоборот, то при формировании документов прием на работу, увольнении и кадровый перевод необходимо подавать на следующий день сведения в налоговую инспекцию о том, что у вас произошли вот такие-то кадровые мероприятия. Поэтому вот эти вот отметочки, нам на них надо обратить внимание, подумать и решить, нужны они нам, или мы будем каким-то другим образом, может, там по старинке или на коленке фиксировать такие сведения. Но, тем не менее, все-таки рекомендую вам их проставить, такие отметки. Еще один момент, использовать ли для таких кадровых мероприятий два документа основания для формирования. То есть мы можем проставить вот здесь сложок и тогда у нас будет документ об увольнении формироваться двумя документами. То есть будет формироваться приказ о приеме или об увольнении и, соответственно, сам документ, который фиксирует то, что когда это когда, например, приказ о приеме должен быть утвержден, если это списком, то, соответственно, на кого и так далее. И прием на работу без приказа о приеме. Вот это вот нужно быть осторожнее с этим флажком, потому что теоретически без приема на работу что увольнение, что прием на работу фактически не разрешен, если только мы их не используем для каких-то внутри управленческих нужд. Прием в полях ввода сотрудников учитывать изменения фамилии. То есть в этом случае записи в ваших кадровых документах будут иметь собственно говоря будут падежи, учитываться падежи и число единственное там множественное. Что нам здесь еще важно помнить? Поддерживать несколько временных кадровых изменений, совпадающих по периоду, вот это тоже не очевидный показатель, не очевидный функционал, потому что здесь у вас может быть например, когда во время одного периода вы сделали какой-то другой. Вот здесь лучше быть аккуратным, потому что сам блок расчет кадровый учет и расчет заработной платы построен на том, что вы вводите аккуратно все поля, заполняйте все поля, вносите аккуратно сведения о людях, то есть тоже аккуратненько, не пропуская ни адресов, ни другой информации, и после этого работа у вас практически будет заключаться в том, чтобы нажать кнопочку начислить и выплатить, то есть блок зарплата и кадры, что в ERP, что в отдельной конфигурации критичен для первичного заполнения, то есть если вы не задали какие-то поля, не заполнили, то в этом случае у вас отваливается какой-то блок аналитики, и вы уже не сможете использовать все преимущества этого подраздела. ну обычно выводить или не выводить сотрудников с изменением фамилии, поддерживать вот как я уже сказала несколько временных кадровых изменений, использовать общий период отпуска в документах, ну общий период отпуска это тоже достаточно проблематичная позиция, потому что если у вас три коллеги и зарплата не ну как бы вы ведете официальный учет по окладам и у вас дежурная фирма, которая не отражает реальных реальных условий, то в этом случае конечно можно поставить такой флажок и всех людей например отпустить в июле в отпуск, но это нужно как бы продумать с управленческой точки зрения, нужен вам такой функционал или нет, насколько вам безопасно, потому что сейчас обвинения в том, что вы применяете искусственное дробление бизнеса или работа с льготными режимами достаточно активно отслеживаются и получить предъявление обвинения в искусственном дроблении например бизнеса очень несложно даже на работающем юрлице. теперь еще один момент если у вас ну сейчас слава богу у нас не было но когда был коронавирус были использованы меры поддержки то есть соответственно в этом случае необходимо проставлять флажок вот используется работа с коронавирусом поскольку за последний год у нас таких ситуаций правительство вроде бы больше не сообщало то вот этот чекбокс можно не проставлять ну это конечно естественно если вы не медицинская организация и у вас нет красной зоны в которой работают сотрудники с определенными социальными выплатами и вот мы с вами добрались до штатного расписания здесь нужно поговорить более подробно то есть для того чтобы настроить штатное расписание мы с вами должны перейти вот по этой гиперссылке то есть штатное расписание и мы попадаем в меню настройки и открывается у нас вот такой интерфейс значит первое что у нас надо проставить это автоматическая проверка кадровых документов на соответствие штатному расписанию с одной стороны это этот флажок приносит много головной боли потому что надо постоянно следить чтобы у вас во-первых не пересекались даты то есть например у вас уволился бухгалтер сегодня и вы принимаете нового бухгалтера и когда получается что кадровые работники поспешили и сделали приказ о приеме сегодня а фактически он должен только с завтрашнего числа выйти на работу то программа вам выдаст предупреждение что нету свободных ставок и соответственно в этом случае вам нужно будет аккуратненько посмотреть с какого числа вы можете его принять ну и соответствует или нет это штатному расписанию потому что может у вас до этого была одна единица а вы хотите принять двух человек на позицию бухгалтера ну то есть соответственно в этом случае тоже нужно посмотреть чтобы прием на работу нового сотрудника не противоречил штатному расписанию ведется история изменения штатного расписания но это больше сервисная функция потому что это сохраняются изменения в штатное расписание и вы можете эти изменения просматривать то есть поскольку как вы помните штатное расписание у нас утверждается отдельным документом который должен быть утвержден руководителем то соответственно чтобы такие документы сохранялись и чтобы их можно было посмотреть ведется история изменений используется вилка окладов и надбавок то есть вы например указываете что вилка в этом случае у вас например от 20 до 40 тысяч и назначить человеку оклад ну например 25 или 30 тысяч вы можете совершенно спокойно если у вас применяются ну например для работников какие-то квалификационные единицы то есть например специалист первой категории там специалист токарь универсал там пятого разряда то вот здесь нужно проставить флажок дальше у вас могут быть надбавки то есть у вас указан наклад который будет у сотрудника нужно помнить что его необходимо проверить на соответствие минималки то есть минимальному размеру оплаты труда в этом году он у нас порядка 16 тысяч и соответственно если вы хотите принять работника на допустим на 5 тысяч то вы не можете играть окладом вы можете проставить только время что например вы его принимаете вот с этой с этим окладом там например 17 тысяч но принимаете на 0.1 на 0.1 ставки то есть естественно надо вычитать сколько будет составлять от целой ставки цифра которую вы хотите ввести но тем не менее полный оклад должен соответствовать минимальному размеру оплаты труда ну и используя бронирование позиции вот это у нас с вами воинский учет я про него чуть-чуть подробнее расскажу попозже но соответственно если у вас есть сотрудники которые подлежат бронированию на период допустим военных действий на период призыва и так далее то вот этот флажок нужно ставить ну и собственно говоря обеспечить так сказать обосновывающими документами тоже необходимо то есть как это будет например как должно происходить это бронирование то есть на сколько дней можно забронировать эту позицию на какие конкретно специальности сотрудников и так далее то есть вы здесь можете указать количество времени и после этого мы с вами перейдем воинский учет посмотрим когда у нас возникает возможность бронирования потому что если вы не активировали воинский учет то вот этот флажок вам ничего не даст и после того как мы уже пошли прошли все вот эти настройки применили их мы выбираем применить и закрыть и теперь ну как бы небольшой отчет что мы выбрали то есть на соответствие штатному расписанию допустим не ведется история изменений штатного расписания ну то есть это уже те настройки которые у нас выбраны перенос отпусков при увольнении ну то есть все зависит от того как в вашей организации принято поступать с остатками отпусков и вот теперь видите у нас пошел воинский учет и вообще по умолчанию выглядит обычно он вот так то есть здесь по умолчанию не проставлены никакие отметочки сейчас воинскому учету уделяется большое внимание и все проверяющие организации с удовольствием за это зацепляются здесь есть одна такая интересная коллизия то есть если мы подаем отчетность в основном либо в объединенный социальный фонд либо в налоговые органы то соответственно у нас в регламентированной отчетности есть формы которые мы туда подаем а вот воинский учет на данный момент мы подаем сведения в военкомат и электронный документ оборот с военкоматом у нас еще в зачаточном состоянии то есть он ведется вручную заполняются формы и в некоторых случаях мы можем отправить это по электронным каналам связи но в некоторых случаях нет и соответственно вынуждены будем бечь военный комиссариат и подавать в бумажном формате документы значит если мы воинский учет ставим вот здесь сложок вот так вот то у меня уже есть документы по бронированию поэтому у меня сразу два флажка получилось а вообще на самом деле ставится сначала один флажок а потом если вы уже понимаете что у вас будет вестись бронирование вы проставляете второй флажок вот это вот одна зеленая галочка один чекбокс добавляет нам один отчет военкомат а вторая галочка вот это вот это добавляет нам еще две формы отчетности военкомат то есть всего три формы для учета для воинского учета как только мы проставили вот здесь вот эти флажки у нас в разделах кадры появляется соответственно блок работы и в разделе зарплаты у нас появляется блок работы с воинским учетом то есть соответственно мы можем в этом случае перейти и уже использовать документы которые у нас появляются после активации этого блока и уже смотреть там то что требуется для оформления и для того чтобы бодро отчитаться о том что мы белые зайчики и у нас все в порядке воинский учет мы ведем снова сейчас вернемся в МСИ и администрирование это мы с вами расследовали блок кадры то есть мы с вами дошли до воинского учета и дальше это уже то что касается воинского учета ведем ли мы учет в разрезе специальностей сотрудников и кто у нас ответственный за правильное предоставление в документах информации и еще один момент это бронирование командировок то есть мы можем вести учет командировок в обычном порядке или с учетом того что для командировок бронируется время ну это опять же такая больше сервисная функция потому что именно для регламентированного учета и других форм отчетности это ну как бы это больше для сервиса работника который работает с бронированием командировок здесь тоже мы настраиваем подключение по гиперссылке то есть эта работа фактически завязана на то что мы бронируем электронные билеты сотрудникам ну и естественно с кем если у вас люди часто ездят в командировки то можно вести графики системы когда мы фиксировать системы если это на регулярной основе то когда должна быть снята бронь ну собственно вся информация отражается с учетом настроек бронирования то есть фактически это аналог заявки на командировку и помогает систематизировать заказанные билеты заказанные документы которые необходимо выписать для работника и сейчас мы с вами перейдем в подраздел заработная плата то есть напомню это мы с вами сходили в НСИ и администрирование и настраивали раздел кадры а значит здесь мы с вами переключаемся из НСИ и администрирование переключаемся в подраздел зарплата и вот здесь у нас настроек больше но тем не менее они менее критичны то есть здесь нету таких блоков которых бы ну которые требуют дополнительной активации то есть начинаем мы с самого первого так сказать с первой настройки то есть нерабочие дни в связи с коронавирусом но сейчас в этом году у нас пока таких дней нету а в 2021 22 году такие дни были как вы помните объявлялись нерабочие дни которые необходимо было оплатить ну то есть обычно вот эта отметочка какие дни были учтены проставляются по умолчанию в этом случае будет работать механизм оплаты этих дней если у вас попадается что сотрудники в этот период не работали но должны получить заработную плату оплачиваем нерабочее время и средний заработок в зупе и в европе рассчитывается средний заработок во всех положенных случаях в бухгалтерии напомню что случаи расчета среднего заработка ограничены то есть имеют урезанный функционал и собственно средний заработок приходится рассчитывать обычно ручками но это случаи командировочных это отпускные в ERP и в зупе этот функционал полный поэтому мы можем как бы его использовать видите у меня программа ровнулась потому что у меня уже были документы которые устраивают поэтому были документы которые используют этот функционал поэтому здесь сейчас все и вот теперь обратите внимание настройка состава начисления и удержания это вот фактически ваше руководство к действию то есть как у вас будет считаться оплата то есть будет ли считаться почасовая оплата как будут рассчитываться отпуска и будут или не будут если у вас есть например переработки то как будут оплачиваться ночные часы вечерние и сверхурочная работа хочу обратить ваше внимание на переработки при суммированном учете времени если на вашем предприятии выполняются работы во внеурочное время то есть вечернее или ночное или если у вас есть ситуация когда требуется вывести работников соответствующих специальностей сверх урочно то здесь нам надо будет проставить флажочек суммированный учет рабочего времени на самом деле самый наверное трудоемкий для кадровика учет и поэтому облегчить себе жизнь и поставить сюда флажочек нужно обязательно тогда у вас будет легче ситуация с табелями с составлением либо отгулов либо переработок ну то есть с оформлением отклонений от обычных часов работы и сейчас это правда применяется уже достаточно редко то есть дополнительные перерывы в работе для кормления ребенка обращаю внимание что такой перерыв делается для родителей у которых имеются дети до полутора лет то есть это в этом случае женщина может брать вот этот дополнительный перерыв в работе и такие перерывы будут автоматически оплачиваться в эти периоды по среднему заработку соответственно что нам нужно как отсутствие фиксировать значит во первых это естественно командировки во вторых это дополнительные какие-то оплаты по командировочным в частности это простое которые возникли по вине работодателя ну естественно прогулы и не явки вот это вообще святое и эту галочку надо ставить в первую очередь и отгулы то есть если у вас соответственно суммированный учет рабочего времени если вы поставили что там фиксация то в этом случае отгулы тоже нужно проставить чекбокс тогда соответственно можно будет контролировать когда вы предоставили отгул вместо повышенной оплаты то есть оплатили не в полуторной или в двойном размере а предоставили день дополнительный ангул сейчас я подвину чтобы нам было чуть-чуть удобнее после того как мы проверили все ли у нас здесь заполнено мы выбираем применить и закрыть после этого программа сейчас подумает сохранить все эти наши настройки и мы можем передвигаться дальше так это мы настроили так сказать сделали грубую настройку по заработной плате еще обратите внимание вот на вот эту вот отметочку вот на этот чекбокс старнировать отпуск в больничном при пересечении периодов то есть если у вас возникла ситуация когда человек ушел например на больнице ушел в отпуск и в течение отпуска у него возник больничный лист то есть здесь вам надо выбрать в этом случае будете ли вы старнировать отпуск и потом предоставлять недоотголенные дни или в этом случае вы будете делать документ исправления в котором будете задавать другие параметры для отпуска значит вот здесь нужно обязательно проставить сложок иначе просто потом будет немножко сложнее работать с отпускными и сейчас контролировать остатки при перечислении НДФЛ за период но у меня с 21 года вы можете с 23 поставить то есть ну когда у вас фактически будет дата на которую надо обращать внимание после того как мы заполнили все вот эти документы все вот эти вот настройки выполнили у нас с вами мы можем из блоков кадра и зарплаты переходить вот сюда это уже более тонкие настройки если можно так выразиться то есть меню кадр что мы здесь собственно говоря видим то есть мы с вами видим воинский учет то есть мы активировали этот блок у нас появился здесь воинский учет если вы там не проставите галочку то вот здесь вот у вас не будет вот этого функционала то есть у вас не будет раздела воинский учет и соответственно вы не сможете вносить документы обратите внимание здесь у нас раздел воинский учет состоит из двух позиций если мы с вами брали например зуб то в этом случае здесь возможность работать было бы немножко шире то есть у нас здесь было бы четыре позиции записано и соответственно работа со штатным расписанием то есть штатное расписание мы должны напоминаю должны в обязательном порядке вести отказаться от его учета мы не можем поэтому нам надо его до того как мы начали работать мы настроить этот блок и соответственно выбираем какой мы хотим видеть список и здесь у нас обязательно должны быть учтены подразделения то есть должна быть структура предприятия структуру предприятия мы можем с вами задать если что-то нас не устраивает то это задается в разделе и администрирование и вот в этом разделе то есть разделе НСИ мы с вами вот задаем структуру предприятия и соответственно у нас к этой структуре будут прикреплены определенные должности ну например кладовщик будет числиться в складском хозяйстве там например бухгалтер операционист будет например в бухгалтерии и так далее я как-то увлеклась а вот поэтому в штатном расписании мы уже берем вот так одноуровневые создать мы создаем новую строку и как вы видите у нас идет организация подразделения и должность напомню те кто работал с Одинэской в принципе знают скорее всего поля которые имеют вот такое красное подчеркивание обязательно к заполнению то есть если вы не заполнили это поле программа не даст вам записать и закрыть данный интерфейс и будут вам писать что она хочет для счастья то есть чтобы здесь было заполнено ну и плюс к этому как я уже говорила у нас очень программа чувствительная к тому что заполнено что не заполнено поэтому все поля которые вы видите нужно обязательно заполнять ну вот понятие трудовая функция это тоже достаточно новое понятие обратите на него внимание то есть это дополнительный классификатор который необходимо заполнить трудовая функция имеет вот такое обозначение то есть код эти коды как вы видите вот по такой аббревиатуре это то есть тире и точка обозначают что эти позиции созданы через конфигуратор но вы можете добавлять свои позиции и привязаны это к изменениям которые произошли вот совсем недавно в договорах гражданского правового характера то есть раньше у нас просто было ГПХ договор ГПХ а сейчас у нас как вы видите есть договор авторского заказа об отчуждении исключительных прав лицензионных договор и так далее то есть соответственно проследить чтобы вот здесь эта информация была заполнена ну и соответственно выбрать ту которая вам подходит я сейчас выберу ГПХ ну и соответственно вот эти вот изменения чтобы тоже у вас были внесены ну и обязательно в обязательном порядке был указан отпуск то есть соответственно это например основной отпуск его длительность и может быть какие-то там например заработки документами дополнительно 5 дней какие-то еще дополнительные отпуска у вас могут быть у этого сотрудника то есть это должно быть полностью все заполнено то есть напомню это у нас с вами мы заполняем штатное расписание и после того как мы все закрыли то есть точнее сначала мы все заполнили потом мы на одной закладочке посмотрели на другой закладочке посмотрели все заполнили и проставили здесь обязательный флажок что позиция утверждена потому что в противном случае вы потом будете искать а почему же никак штатное расписание нормально не становится потому что те позиции которые у вас действующие должны быть вот с такой отметочкой вот и установление графика работы это можно делать прямо по ходу пьесы вот в меню штатное расписание то есть вот так мы переходим в список видим список который у нас задан а посмотреть что входит в этот список мы можем вот через эту настройку и соответственно у нас должен быть загружен производственный календарь то есть вот эти выделения это согласно производственному календарю рабочие или праздничные или нерабочие дни автоматически обновления по производственному календарю в этом случае я выбираю заполнить видите у меня проставляются рабочие часы или праздничные часы то есть в зависимости от того каким этот день является эта информация заполняется автоматически через интернет то есть это официальные документы которые можно скачивать через интернет то есть производственный календарь и так далее ну и соответственно здесь для расчетчиков зарплаты среднемесячное число часов число дней ну то есть это вот такой хороший сервис то есть естественно у вас может быть и пятидневка и шестидневка и допустим какой-нибудь сложный график например сменный там полтора через полтора или еще какие-то в этом случае у вас должны быть заполнены все виды календарей которые должны быть применяться так допустим у нас отпуск заполнен и считаем что мы позицию штатного расписания с вами заполнили в этом случае у нас с вами получается вот какой еще интересный момент то есть вот после того как мы создали у нас по кнопочке еще доступны операции со списком вот как вы видите я могу вывести отчет посмотреть места использования где у меня будут использоваться вот данный данный отчет если мы возьмем другие позиции то есть возьмем например какие-то документы то здесь кроме по кнопочке еще будет возможность изменить содержание то есть отредактировать карточку которую мы уже только что например ввели и записали тогда у нас поля вот которые сейчас имеют вот такое подчеркивание станут неактивными а допустим мало ли может я ошибку допустила в названии должности или еще где-то то есть вот в этом случае я смогу через кнопочку еще внести изменения и соответственно у меня будет счастье так позиции штатного расписания мы нет не надо нам их соответствовать мы на них только посмотрели вот и дальше обратите внимание вот на что с этого года у нас действуют отчеты ЕФС-1 и собственно говоря этот отчет ну скорее всего для кадровиков нелюбим за то что все действия по кадровым мероприятиям то есть повторюсь приемы увольнения перемещения должны подаваться на следующий день после прохождения такого мероприятия и поэтому при работе с кадровыми отчетами мы с вами должны формировать эту отчетность на самом деле здесь есть немножко ну не хитрость даже а просто видимо пытались сделать более удобно и функционально то есть отчеты ЕФС-1 мы можем с вами формировать не только в разделе регламентированный учет то есть в разделе регламентированный учет у нас с вами есть вот такой блок 1С отчетность в общем-то есть журнал поданных отчетов и есть ну вот у меня сейчас две позиции там зарегистрировано эта программа себя хвалит то есть пишет какая она зайка что есть не только раздел 1С отчетность но и отдельный сервис 1С отчетность этот сервис позволяет напрямую с сайтом например налоговых органов то есть с сайтами фискальных органов производить обмен документацией то есть не так как у нас долгое время было что мы сформировали в системе файл выгрузили его куда-то в секретное место и потом загрузили в программу оператора электронной отчетности там например сбейс астрал контур и так далее но мы еще и можем в этом случае сэкономить потому что естественно быстрее проводить прямой обмен то есть с сайтом самого например налогового органа сейчас когда у нас для некоторых документах для ответа представлены достаточно короткие сроки например 5 дней то в этом случае это конечно удобно но более подробно можно почитать про сервиси вот тут вот по этой ссылке и подключиться тоже можно очень несложно подключиться к отчетности можно и самостоятельно не не дожидаясь помощи системного администратора или каких-то сложных действий не производя запускается вот эта реклама то есть когда программа себя хвалит как только мы в регламентированном учете заходим в журнал регламентированных отчетов если вы хотите поподробнее почитать что это такое то вы соответственно еще раз сюда заходите и при запуске этого режима у вас появляется эта рекламка то есть когда мы с вами создаем кадровые документы ЕФС-1 например то где нам найти саму эту форму ну во-первых естественно в разделе регламентированный учет а во-вторых она доступна нам в разделе и кадры и зарплата и находится она в разделе электронные трудовые книжки то есть если мы переходим по этой ссылке мы попадаем в рабочее место по работе с электронными трудовыми книжками и здесь у нас есть возможность в старых формах то есть которые действовали до 2023 года выбрать что нас конкретно интересует и после того как мы выбираем например сведения о трудовой деятельности работников у нас здесь появляется возможность вывести на экран печатную форму то есть видите мы можем вывести в недействующей форме EFS1 или если мы должны сдать например какую-то корректирующую отчетность за прошлый период то мы можем выбрать СЗВТТ то есть это абсолютно одна и та же отчетность я сейчас это позакрываю чтобы нам не мешалось это абсолютно одна и та же отчетность просто выведено что это могут делать кадровые работники поскольку в нормативных документах нет указания кто должен конкретно составлять эту отчетность написано что работодатель а кто конкретно из-за работников работодателя указания нет поэтому этой лазеечкой можно воспользоваться и делегировать полномочия например написать что кадровые работники должны подавать отчетность по форме ЕФС-1 в этом случае они подают не всю отчетность так сказать не всю форму а заполняют только сведения которые касаются кадровых мероприятий то есть это будет у нас раздел 1.1 ну и соответственно подаваться он может из раздела кадры и из раздела регламентированный учет во всех других случаях регламентированный учет попадает уже сведения там либо персонифицированный учет либо РСФ ну то есть уже специализированный отчет который подается в фонды сейчас мы снова с вами переключимся на наши слайдики на наши слайдики это я сейчас вам покажу то что мы в принципе с вами уже прошли просто немножко напомню и это вот когда мы сравнивали с вами это зарплаты управления персоналом то есть это мы сравнивали настройки зарплаты и настройки ERP то есть практически идентичные вот это вот мы с вами еще не по начислениям не проходились но оставим вот именно этот слайдик немножко на потом потому что мы еще не поговорили про начисления и про то какие при этом нужно делать настройки и собственно вот что я хотела вам показать это работа с кадрами работа со штатным расписанием и настройка штатного расписания то есть где мы можем его посмотреть и настроить это вот раздел штатное расписание и гиперссылка вот синим текстом выделена настройка штатного расписания мы с вами про это говорили но как бы акцента вот на вот этом на этой настройке я не сделала особого а вот на него обратите пожалуйста особое внимание потому что не настроенное штатное расписание вам достаточно сильно будет затруднять работу именно в ERP в зарплатном блоке и у нас есть еще с вами один раздел который мы пока еще не дошли это сервис 1С кабинет сотрудника здесь тоже все зависит от настроек и если вы себе активируете этот раздел то он достаточно сильно снижает трудоемкость работы бухгалтеров которые рассчитывают заработную плату ну и работают со справками и с документами которые касаются этого блока сейчас мы с вами снова вернемся вот сюда и посмотрим блок зарплата обратите внимание практически во всех разделах у нас имеются более тонкие настройки как я уже говорила и соответственно если мы смотрим сюда вот в эти части то мы видим что идут отдельно настройки и справочники то есть дополнительные сведения которые надо проверить и про ну где требуется настроить если вот такие гиперссылки значит здесь просто уже готовы либо классификаторы либо списки и их редактировать особо не надо достаточно перейти проверить что да все это есть и разделка значительства то же самое у нас видите есть извините промахнулась кадры то есть у нас есть блок все кадровые документы и есть уже по конкретным документам или по конкретным разделам настройки которые нам надо выполнить для того чтобы комфортно работать и обычно во всех разделах у нас есть вот такой блок сервис это дополнительные отчетности или дополнительные какие-то рабочие места где можно делать сервисные функции то есть те которые не требуют активации не требуют дополнительных каких-то серьезных настроек а просто показывают нам уже готовые классификаторы или готовые готовые списки исключения как я уже сказала у нас находятся в разделе НСИ администрирование и мы их с самого начала посмотрели что такое сервис кабинет сотрудника это тоже настройка которую необходимо сделать при начале работы она выводится видите из раздела зарплата и из раздела кадров то есть вот раздел кадра сервис 1С кабинет сотрудника и подраздел зарплата сервис 1С кабинет сотрудника и это собственно у нас говоря внешний сервис который регистрируется через интернет то есть вы выводите сюда свои регистрационные данные вы обычно их оформляете когда оформляете подписку на ИТС то есть логин пароль для входа и дальше заполняете имя жертвы кто должен следить за этим сервисом ну и собственно говоря поподробнее почитать про этот сервис вы можете вот по этой гиперссылочке здесь еще их несколько то есть заходите в гиперссылку и читайте на самом деле настраивать это очень несложно и подключить тоже несложно через вот эту кнопочку что делает этот сервис этот сервис позволяет сотрудникам формировать про себя любимого какие-то справки какие-то выписки то есть справку 2ндфл справку там может быть какие-то еще интересуют показатели то есть не дергая бухгалтера сформировать по данным которые имеются в программе сформировать интересующую сотрудника справку или другую информацию сервис очень удобный поэтому обратите на него внимание без настройки этого сервиса программа прекрасно будет работать то есть на функциональность он не влияет но время вам сэкономит достаточно много чтобы не готовить справки самостоятельно вручную то есть сотрудник может зайти сюда сам и получить необходимую информацию а здесь у нас с вами то есть это мы сейчас закроем и в зарплате в разделе зарплаты в разделе кадры у нас есть переход к такому сервису еще один переход тоже слово сервис которым присутствует у нас находится в регламентированном учете 1С отчетность я уже про нее немножко говорила и здесь у нас видите есть достаточно много пунктов то есть переписка сейчас переписка сверху ну и так далее и здесь у нас тоже есть личные кабинеты отличие этих личных кабинетов от личного кабинета сотрудников в том что в личном кабинете сотрудника отражаются конкретные данные по начислениям данного сотрудника а вот здесь вот личный кабинет у нас связан с личными кабинетами юрлица в разных фискальных органах видите вот он опять себя похвалил как он красиво может и личные кабинеты здесь могут быть и на эписта и на собственно говоря самого юридического само юридическое лицо то есть на какую-то вашу компанию и как вы видите личный кабинет достаточно их много то есть и с налоговой и с ФСС бывшим ФСС сейчас это объединенный социальный фонд России соответственно здесь и раздел который показывает что ведет работу с юридическим лицом и раздел который позволяет работать с листками электронными листками нетрудоспособности подтверждения вида деятельности ну то есть все социальные выплаты которые которые можно сейчас предприятию применять еще единый портал государственных услуг нужно перейти на единый портал государственных услуг и статистика вот на статистику обратите пожалуйста особое внимание потому что статистика начиная с прошлого года начала штрафовать за несвоевременную сдачу или за не сдачу отчетности поэтому лучше всего зайти на портал статистики и по вашему НМ посмотреть какие отчеты ваше предприятие должно сдавать может вы попали под какую-то выборку которую никогда раньше не заполняли ну то есть потратить 10 минут на то чтобы посмотреть какая отчетность вами должна сдаваться для того чтобы избежать больших штрафов то есть сейчас на первый случай штрафы составят до 70 тысяч рублей при повторном проступке штрафы достигнут 150 тысяч рублей то есть согласитесь потратить 10 минут и посмотреть что вы должны сдавать или заплатить 150 тысяч ну как бы будет обидно вот значит на самом деле мы с вами практически по обоим блокам прошли и кадры и зарплата все остальное отчетность которую допустим допустим в разделе в зупе мы проходили по меню настройки и налоги у нас здесь находится в рекламентированном учете и соответственно практически это вот целиком блок 1С отчетность а вы этот блок встречаете в нескольких местах как мы уже говорили то есть это и в меню зарплата вот у нас блок 1С отчетность и в регламентированном учете и в кадровом учете на самом деле это один и тот же блок который размещен дополнительно в дополнительных подразделах чисто для того чтобы удобнее было его вызывать то есть если у вас кадровики работают то они могут своего блоков выйти в раздел отчетности ну то есть чтобы легче было настраивать и права и не приходилось рыться и вспоминать а где же в каком же пункте я вот это видел особенно на первых порах когда еще люди не очень освоились интерфейсом и еще это как бы требует приложения усилий теперь мы с вами снова переходим в наши так переходим в наши слайдики и мне хотелось бы вернуться к самому началу то есть показать вам зарплатный блок заголовок детальный лист так сказать и напомнить наши контактные данные то есть наши электронные почты наши телефоны наши телеграм контакты и адрес нашего сайта поскольку наше время к сожалению уже закончилось мы даже немножко перебрали то приглашаю вас посетить все наши ресурсы информационные посмотреть возможно вы найдете для себя другой интересующий материал поэтому мы приглашаем вас на наши сайты приглашаем вас к сотрудничеству будем очень рады оказать любую помощь которая связана с программами семейства 1С так что приглашаю вас к сотрудничеству велкам милости просим на это разрешите попрощаться компания кодерлайн благодарит вас за время которое вы нам уделили за внимание надеемся быть вам полезными всего доброго до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...